Слава Богу, дорогие возлюбленные! Кто пятидесятник, кто шестидесятник, а я уже чувствую, что я подвигаюсь к семидесятникам. Еще немножко, я уже семидесятник буду. Но ничего, пока Бог дает, я двигаюсь, слава Богу. Я благодарю Бога, что я сегодня на этом месте. У вас тоже праздник, потому что люди у вас есть, те, как брат передо мной, что праздник делают люди, правда? Согласились и делают. Давайте соединимся, съедемся и сделаем праздник. Семья примерно говорит, давайте сделаем праздник как? Ну, все съедемся в дом отца и матери и увидимся все, так и будет хорошо. Люди делают праздник, но на этом празднике самое главное, чтобы был Господь, правда? Поэтому я благодарю Бога, что с нами сегодня как нехорошо. Вспоминают брата Сергея, моего прекрасного свата, который, знаете, чем он дорог? Он дважды сват. Двоих дочерей моих забрал. И у меня всего десять детей, а восемь сватов. Другой тоже сын мой, вернее, сын Балденюков взял мою дочь Аню. Посмотрел, все хорошо. А мой сын взял и их дочь забрал. И там два, и тут два. Так что у меня меньше сватов, чем у других, наверное. Я благодарю Бога. Господь все усматривает. Дорогие, сегодня очень ценности большие у нас. То, что мы слышали сегодня. Мы можем сказать, вы можете мне помочь сказать аминь? Сегодня большие ценности. И это не зря, это не даром. Мы должны за все благодарить Бога. А почему? Ибо такова воля Божия. И так благодарим Бога. У меня не так много времени. И я не так много и займу сегодня. Мне просто хочется маленький итог, чтобы мы подвели сами. Смотрите, читаю. Мы знаем, что вера – это важное дело осуществления ожидаемого, уверенность в невидимом. Но я не об этом хочу сказать. О об одном качестве, которое должно быть у нас. Когда мы выйдем отсюда, мы что-то должны иметь. Об этом я хочу сказать сегодня. Итак, девятнадцатый стих читаю, послание Иакова, святого апостола. Девятнадцатый и ниже. Итак, братья, равно все находящиеся на этом месте. Мои возлюбленные, всякий человек, да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев. Аминь? Аминь. Ибо гнев человека не творит правды Божьей. Человек разгневанный может сделать что-то прекрасное для Бога. Но! То да будет Господь нам в помощь и в этом. Посему отложив, убрать в сторону, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, который, бывает, хранится во многих людях и многие годы и до самой смерти. Остаток злобы. Нету зла. Но только что-то не так, брови нахмуренные, вид изменился, в нем живет остаток злобы, от которого он не освободился. И это очень опасно. И сатана знает об этом. И этот остаток злобы может свести его, знаете, куда? Не туда, куда он хочет, а в погибель. Поэтому сегодня Бог дает нам право освободиться от всего, что нам может помешать для встречи с Господом. Итак, в кротости примите насаждаемое Слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители Слова. Будьте же исполнители Слова, а не слышите ли только обманывающие самих себя. Самое страшное, когда человек сам себя может обмануть, дорогие. Это страшно. Другого мы можем заметить. Кто-то хитрит, что-то хочет сделать, чтобы меня обмануть. А здесь человек сам себя обманывает. Это ужасно, правда? Ибо кто слушает Слово, давайте хорошенечко, внимательно, и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел, забыл, каков он. Но, дайте еще обратим сильнее внимание, «Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Слышим? Я хочу привести маленький такой обыкновенный пример. Я люблю пить кофе. И вот насыпаю кофе на дно, там растворимое, насыпал сахар, можно налить туда сливки и налить воды, и начинать пить. И начинать пить? И я начинаю пить, и пробую... А кто это сделал такой? Как его можно пить? А, я забыл об одном. Надо его помешать. И то, что мы сегодня слышим, и это прекрасное пение, эти прекрасные слова проповеди, если мы не растворим верой, мы так внимательно слышали, внимательно ложили в сердце. приходит тот, который берет из сердца все, что мы слышали, нерастворенная верой. Посмотрите, какая, какая, можно сказать, наглость дьявола. Я потерял время, приехал сюда, готовил свое сердце, все, я складывал в сердце очень аккуратно, но не принял, не поработал. Посмотрите, а в чем работа? Но кто вникает в закон совершен, в закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, начинает забывать человек, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Я не сделал это. Я положил в сердце, но не понял Господь и не поблагодарил за это слово, которое я слышал. И взял и не сохранил. Дал место дьяволу, не растворил верой, это дал место дьяволу, вы представляете? Дал место дьяволу, и он берет спокойно. Так, что ты слышал? А ено ходил перед Богом. Да, знаешь, все ходят перед Богом. Бог за всеми смотрит. Ну да, но он ходил не только перед Богом, а этот американский прекрасный перевод с Богом ходил. Он ходил и говорит, Господь, вот я иду, я так иду, и чувствует ответ, правильно идешь, ено. Господь, я правильно иду, правильно идешь. Он имел постоянный контакт с Богом, что он правильно идет. И тогда он ходил так, что ничто ему не помешало, ни разврат вокруг, ни мир, ничего не помешало. И так сегодня никакие законы, ничего нам не помешает. Ко мне однажды, подходит один человек, брат, новые законы, и все, ты посмотри. Я говорю, а что ты тут удивляешься? Это все так должно быть. И когда все с ее будет сбываться, то что делать? Ну, восклоните головы ваши. Сейчас христиане должны сильнее будут, просто выберите веры, поднять головы к небу. И в прошлом году Господь сказал, я сделаю так, что служения молитвенные будут переполнены. А почему я создам условия, и люди будут бежать, искать меня? Господь проговорил таким, люди будут бежать, искать меня. Я создам условия, потому что я люблю. И им другие собрания, даже больше, меньше будут нравиться, большие собрания. А почему там можно поговорить с Богом, и Бог поговорит с тобой? Дорогие друзья, я много не буду говорить, мое точно время, назначенное пастырем. Вот 15 минут я не наблюдал, 15 минут я должен остановиться. Итак, благодарю Бога за все, что сегодня мы имели. Вы все согласны с этим? Аминь. Все скажите аминь. Аминь. Потому что наш любящий Господь производит в нас действия, их оттене, по своему извали, по боли Божьей. Посмотрите, Он все делает для нас, как хочет Он. И как от божественной силы Его. Что вам еще надо? Нам даровано все. Потребно. Для жизни. И чтобы быть благочестивыми людьми. Итак, будем стараться сделать только то, что хочет Господь. А что Господь не хочет, что бы мы делали? Уберите в сторону. Мы все собираемся в страну небесную. Когда я уезжал с Советского Союза, конечно, в числе первых, я несколько слов скажу, сегодня праздник Вифани. 30 лет я этого не знал, что такой праздник будет. Ну, как-то не обратил внимания, моя дочь позвонила. Папа, моему свату будет, моему, ну, папе Вадимову будет 60 лет. Может быть, к этому возрасту как раз ты приедешь. И я приехал в это время, чтобы побыть так же на день рождения моего прекрасного свата и забыл, что в церкви Вифании 30 лет сегодня. А я был первый пастырь в церкви Вифании. Я принимал когда-то брата Бондарука в члены церкви, другие. Мы сработали с женой, чтобы быть там. И мне прилично было бы, мне звонят, брат, ты будешь говорить, выбери какое слово на сегодня. Ну, я, правда, слушал сегодня, как там было служение. Я говорю, извините, я никакое не могу выбрать. Обойдетесь без меня, у меня билет. Я должен лететь. Я благодарю Бога, ну, просто как праздник для меня тоже бы прекрасно 30-летие Вифании, который Бог помог мне и брату Димитрашу в свое время, чтобы создать церковь Сакрамента. Бог употребил меня, и я считаюсь первым пастырем. Я благодарю Бога, но Господь определил почему-то быть сегодня здесь. И я благодарю, что Он здесь. Дорогие друзья, кому сегодня понравилось это служение? Мне, например, очень понравилось. И я бы хотел, чтобы кто-то хотел, Господи, я хочу начать служить Тебе так, как от всего сердца, от всей души, как ено ходил и каждый шаг проверял. Может быть, кто-то хочет просто отдать сердце Господу, можно сейчас будет сделать. И кто-то хочет обновиться перед Богом. Просто однажды находясь, мы ехали с Аляски, находились в Орегоне, и там был интересный случай такой. Я просто позвал, я говорю, друзья, я чувствую сейчас присутствие Божьей, Божью благодать, наполняющую. Кто что-то хочет получить от Господа, выйдите. И я даже не останавливался в проповеди. Я вышел и положил руку. А потом пришлось мне быть на обеде в той семье, откуда был этот брат. И он приходит домой, говорит, Господь меня исцелил. Женя говорит, они меня говорят, это, мне говорят, а мог бы ты помолиться за жену? Я говорю, не знаю, если Бог наполнит, я могу помолиться. И мы помолились, я помолился снова там. И потом в Вифании через несколько лет та сестра подходит, говорит, я с Орегона. Вы помните, за меня молились дома? Меня Бог мгновенно исцелил. Уже дома у них, на обеде, представляете? Поэтому, когда мы чувствуем, я, например, чувствую сейчас Господь на этом месте. Господь не присутствует. И кто хочет, просто обновиться, Господь. Я хочу по-новому любить тебя. Я хочу по-другому. Место пока есть, я думаю, кто хочет, можете поспешить. Братья есть, мы можем помолиться. Кто хочет это сделать, Господь, я чувствую, что мне нужно ближе подойти к Тебе, чтобы иметь Твое присутствие в моей жизни. Сделайте, подойдите, и Господь вам поможет. А кто сегодня хотел бы покаяться перед Богом, тоже сделайте. Хорошо? Ты что хотел? Покаяться перед Богом. Прекрасно, правда?